Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, и сегодня в видео в рубрике про долголетие долгожительства моя история о последнем жреце Ингушетии, который прожил 157 лет. Зовут его Элмарс Хаджи Хутиев. Возраст данного долгожителя доподлинно известен, как и его биография. Существует много фотографий десятых-двадцатых годов с ним. Очень интересная и поучительная его история, которую я предлагаю вам послушать и намотать на ус, что называется. Его годы жизни, 1766 год, представьте себе, буквально как два года только начала править Екатерина II, то есть самое начало ее длительного царствования, потом менялись цари, эпохи, и вот уже 1923 год, когда Ленин жил последний год, ведь он умер в 1924 году, и всего лишь на год раньше умер Хутиев. И это просто поразительно, в наше время, конечно, хотя еще не так давно, и в некоторых регионах планеты такой срок жизни, хотя и был великим, но не фантастическим, потому что люди жили раньше гораздо дольше в среднем, чем сейчас. И в своих видео про долголетие и долгожители я это доказывал не раз, объяснял и про статистику, про среднестатистический возраст, который нас учили, что люди жили, так сказать, вообще 40-50 лет, и объяснял, что это значило. Это означало не то, что люди жили вот столько лет, это означало, что огромная была детская смертность, огромная рождаемость, и средняя статистика между, скажем, пятью сыновьями, умершими в возрасте одного, двух, трех лет, и, скажем, отцом или одним из сыновей, проживших, скажем, 140 лет, и выходит 40 лет. Понятно? Вот как можно хитро и подло поменять в умах людей статистику, вернее, каким образом развернуть ее в удобной для себя, для истории, для историков плоскости. Но все ответы, исчерпывающие, даны мною не в одном видео, а в нескольких, поэтому я предлагаю вам посмотреть все мои видео про долголетие и долгожителей, собранные в одном плейлисте, ссылка на него под этим видео мною будет дана. Немного предыстории. Ингуши ислам приняли не так давно, всего около двух столетий назад. До этого времени они молились силам природы, единому богу, дела. Нынешняя стойкая и горячая приверженность ингушских народов мусульманской вере во многом объясняется тем, что многие ингуши неофиты. Среди них ислам распространился по историческим меркам совсем недавно, как я уже говорил, ну, буквально в начале 19 века. Но еще на протяжении многих десятилетий, вплоть до конца 19 века, язычники или родноверы продолжали справлять свои обряды бок о бок с правоверными последователями пророка Мухаммеда. То есть жили мирно, ну, так было не всегда, конечно. Ну, а последний жрец ЦУФ, древней религии ингушей, Элмарс, легендами, что называется, еще не успел обрасти, так как недавно, по крайней мере еще, были живы люди, которые лично его знали, которые соприкасались с ним. И отчасти данный рассказ, это их рассказы. Они говорят о Элмарсе как о простой, сложной, легендарной личности, но личности земной, хотя и загадочной, можно сказать, космической. Но кто теперь о нем знает за пределами ингушетии, да и там уже далеко не все. Потому важно оставить в памяти людской и этого достойного человека. Элмарс родом из ингушского аула Шоан. Получил он свою известность как один из самых почетных долгожителей на Кавказе. Он прожил 157 лет. У меня были уже на моем канале в рубрике «Долголетие» видео о абхазских сверхдолгожителях, о Шарали Муслимове из Лирика, Телыша по национальности, который прожил 168 лет, и про Махмуда Ивазова, который прожил 152 года. И я советую тем, кто сомневается и считает, что были приписки, паспортов не было и так далее, что дату точно установить нельзя. Я хочу вам доказать, и уже доказал своим видео про Махмуда Ивазова, что есть данные и есть факторы и факты, которые доказывают гораздо больше и точнее абсолютную дату рождения человека. Кто захочет послушать видео, будет про Махмуда Ивазова по ссылке. Посмотрев, вы поймете, что есть несоизмеримо более точные факты, чем любой современный паспорт. Как я уже говорил, некоторые ингуши еще помнят жреца Хаутиева. Прежде всего, именно как языческого жреца, последнего, культа Цуа, который долгие годы возносил молитвы древним богам, точнее 77 лет. Когда ему исполнилось 117 лет, он принял ислам, перевернув тем самым последнюю страницу истории ингушского язычества. Или, правильно сказать, ведичество. Но об этом все по порядку. Итак, родился он в 1766 году в древнем ауле Шуан, что у входа в живописное Шуанское ущелье горной ингушети. Всегда считалось, что жрец это эталон человек. Он должен быть и внешне красивым, и с прекрасным здоровьем, так как он служит посредником между миром богов и людьми. Таким человеком и был Эл Марс. Красивый, высокий, статный мужчина с незаурядным умом и хорошей, сильной речью. Да, сделаю все-таки маленькую рекламу, но не кому-то чужому, как это делают блогеры, а самому себе, своей продукции. Я советую вам посмотреть вот это видео про уникальный спрей для носа, который снимает не только отеки, убирает сопли, насморк, но и снимает зависимость от сосудосуживающих средств, на которых люди сидят порой годы и даже десятки лет. Посмотрите также вот это видео про гель для суставов, который позволяет даже первую-вторую стадию артрита лечить. Реально, этот гель восстанавливает хрящевую ткань и межсуставную жидкость. Посмотрите наши беседы с доктором в этих двух видео. Ссылки будут даны в описании. Продолжаю. В его времена ингуши и хефсуры часто враждовали между собой, а Элмаз, будучи известным в Ингушетии и в Хефсуретии, судьей, или по-местному Кхелха, судьей обычного городского права, адатов, то есть постулатов народа, неписанных законов гор, справедливо разбирал многие спорные вопросы и примерял враждующие стороны, а также вершил древние жреческие обряды. Он имел непререкаемые авторитеты и огромное влияние среди ингушей и хефсуров. В трудные минуты эти и другие часто обращались к нему за помощью и советом. Древние ингуши верили в верховного бога Дял, сотворившего мир, а также и в других богов. Старшие из них отвечали за силы природы, например, села бог огня, грома и молнии, или тушоли, богиня плодородия и обновляющаяся сезонно природы. Были и младшие боги, и считалось, что таким вот богом может стать даже обычный человек, убитый молнией. Цувы и ингуши не только приносили жертвы, но и занимались гаданиями, толкованиями, сновидений, а вот жрецом мог стать только внешне привлекательный, сильный мужчина, не младше сорока лет. Это был закон и с образцовой репутацией. Одним из таких и был Элмарс Хаутиев. Чем он занимался в молодости до сорока лет, подлинно неизвестно, но с конца девятнадцатого века жрец начал проводить языческие ритуалы в Шуанском ущелье. Хаутиев пользовался огромным авторитетом среди местных жителей. Помимо свершения обрядов, он был судьей и отличался умом, проницательностью и справедливостью. Порой Хаутиев безошибочно предсказывал исходы стычек между горскими племенами и помогал в житейских вопросах, видя и прошлое, и наперед, что было и что происходит, а также то, что будет происходить в ближайшее время. В те времена ингуши и хеврусы враждовали. Угоняли друг у друга скот, устраивали западни. Элмарс же с хеврусами дружил, часто ходил к хевсуретию, примерял враждующих, вершил жреческие обряды. Он имел авторитет и у ингуши, и у хеврусов. Он предвидел, как я уже говорил, и часто предсказывал исход затеваемых ингушами мероприятий. Сохранились подлинные истории, например, Гопархоевых. Был конфликт, и по его завершению, и именно Элмарсом, удалось наладить длительный мир между ингушами и хеврусами. И это была его заслуга. Жрецом он был около 80 лет, точнее 77. Уже давно к тому времени ингуши приняли ислам, а Элмарс все продолжал соблюдать древние обряды и обычаи. Он все по-прежнему, но уже в одиночестве, выносил на площадку перед храмом свой священный белый флаг на шестигранном шесте, увенчанным колокольчиками, земной символ верховного бога Дяла, и возносил древние молитвы, или уходил к Хевсуретию, где молился древним богам вместе с хеврусами. Элмарс был не просто фанатичным язычником, как некоторые могут представить, видя некий карикатурный обывательский образ. Среди его друзей были и христиане, проживавшие по другую сторону горного хребта, грузины-хевсуры, впрочем, сохранившие в быту языческие представления. Ну, как и в русском народе, язычество, как естество от природы, изначально никуда не ушло, и это всегда в генокоде людей, естественно. Пристально присматривался Хаутиев и к исламу, который к тому моменту исповедовало все большее число его соотечественников. Но в 1873 году в его сознании произошли перемены, и Элмарс, к тому времени достигший возраста 117 лет, как указано в энциклопедическом словаре «Ислам на территории бывшей Российской империи», замуровав свой священный белый флаг в стены святилища, долго молился, прося прощения и пощады у древних богов, которым он служил, верой и правдой 77 лет. Затем он удалился в потайную пещеру Грот, высоко в горах, где пробыл 40 дней в совершенном одиночестве, поддерживая себя, и проводя обряд очищения только студеной родниковой водой. То есть у него было классическое голодание 40 дней на воде. Так он, подобно древним пророкам, прошел духовное очищение. Ну а выйдя из пещеры, Элмарс объявил народу, что он принимает ислам. Так последний ведический жрец Элмарс из Шуана оставил древнюю религию предков и стал мусульманином. Вероятно, каким-то образом ему удалось примирить своей душе и старую жизнь, и веру, и новую веру. Дело в том, что в древности арабы воспринимали идею, что их божества — это разные имена Единого Аллаха. Аналогичным образом поступали многие язычники на Кавказе. И все же ингуши поговаривали, что Хаутиев по-прежнему исполняет свои древние обряды. О Балмарсе память людская живо рассказывает как о человеке необычном. Ему было доступно проведение неведомой нам и сегодня космические знания. Он часто повторял, что связь времен исчезла навсегда, похоронив древние знания. Ему доступна лишь крошечная пылинка на кончике иглы этих знаний. Но даже эту пылинку он не может показать людям, так как они не готовы к ее восприятию, к восприятию этих древних знаний. И постоянно предупреждал, берегите горы, не покидайте их, обращаясь к своему народу. Если у вас будут горы, будет и равнина. Недвусмысленно намекал он, что если вы расстанетесь со своими горами, со своими истоками, то вы исчезнете с лица земли как народ. В горах Ингушетии люди еще помнят древнюю историю. И вот какой. Однажды Эл-Марс вместе с двумя спутниками шел в Хевсуровское село Шатили. Дело было осенью. Как часто бывает в горах, погода резко изменилась. Опустился густой туман и сразу стемнело. Каждый шаг по невидимой тропинке в скалах может стать последним шагом в своей жизни, то есть шагом в пропасть. Люди растерянно замерли, испугались. Тогда Эл-Марс взял с них клятву, что они никому при его жизни не расскажут об увиденном. Так оно и было потом. Рассказали лишь после его смерти. А было вот что. Он долго стоял, отрешенно обратив взор к чему-то невидимому, а вернее видимому только ему. А потом вытянул руку, от которой пошел яркий свет, озаривший все ущелье. Путники благополучно добрались до Шатили. Хотя он и соблюдал мусульманские обряды, но в языческие празднества снова уходил в Хевсуретию. И там совершал древние языческие обряды. Видимо, это перепутье между двумя верами мучило его и в 1905 году, когда в возрасте 139 лет он решает совершить хадж, то есть паломничество в Мекку. Перед хаджем Эл-Марс вновь совершил обряд духовного очищения в течение 25 ночей, проведя в горной пещере и ежедневно окунаясь в ледниковые потоки, бурные горные реки, а также пил родниковую горную воду. Но, возвратившись на своем любимом коне в село Мицхал, где собирались горцы, отправляющиеся в Мекку, Эл-Марс сделал несколько кругов перед селянами, затем без чьей-либо помощи сошел с коня, отдал узды внуку Мами и, крепко обняв своего скакуна за шею, велел отвезти его домой. Людям он с тоской сказал, что он прощается с конем, так как больше никогда его не увидит. Присутствующие поняли его слова как предсказание его собственной скорой смерти, однако сказанное относилось к коню, который всю дорогу до дома плакал, роняя крупные слезы, а вскоре, не дождавшись хозяина, умер от тоски, ну как говорят люди. Находясь в Мекке, что интересно, Эл-Марс знакомится с известным шейхом Курешитом Джамалейлом, близким родственником пророка Мухаммеда. Это знакомство шейха с бывшим языческим жрецом и великим старожилом Кавказа было интересно обоим. Дальше, в 1908 году, уже в возрасте 142 лет, Эл-Марс совершает второй хадж в Мекку, ну а возвратившись в горы, он продолжает деятельность судьи. В последние годы жизни Эл-Марс жил тяжко, часто болел, почти ослеп. Очень плохо к нему относилась невестка его, сейчас не помню, то ли сына, то ли внука, и это послужило главной причиной его душевных переживаний, и, соответственно, вот эти стрессы привели к тому, что в данном все-таки возрасте, несмотря на свое здоровье, Эл-Марс стал болеть. Наверху селения Шоан было место, которое называлось Мохде. Там стоял солнечный могильник, в котором покоились прахи 80 поколений, и для которых жители Шоаны ежемесячно делали пожертвования. Как-то там собрался народ, однако не было среди них Эл-Марса. Старейшины не сомневались, без Эл-Марса нельзя проводить обряд. И посланный за ним гонец сказал, что он болен, но пойдет с ним. По этому случаю он надел свою синюю абу, это верхняя мусульманская одежда, без пуговиц, которую он привез из Мекки. Но на полдороги уставший присел на камень и сообщил, что в последний раз встречается с народом. Через неделю он уйдет в вечность. Добравшись все же до места назначения, жрец, как бы заклиная народ, вновь повторил, любите горы, сумеете сохранить их, будут у вас и они, и равнина. Люди, которые имеют землю и не проживают на ней, потомство имеют короткое. Это то же самое, что наша пословица русская, где родился там и пригодился. Был еще такой старый фильм советский, где одна бабушка пожилая сказала своему, то ли там племяннику, то ли внуку, что хорошие люди со своей земли не уезжают. Как Алмарс предсказал, так и было, через неделю он скончался. В Шуане ему установили высокий чурт, то есть надмогильную каменную стелу. Возможно, завет Алмарса своему народу и был услышан. Многие люди сейчас возвращаются в свои родные места, в том числе ингуши, в горные свои исторические аулы. Но вот вопрос, какие тайны он унес с собой, какую-то самую пылинку древних знаний, он уже не поведает. Каким образом и от кого он получил те древние знания, которые более недоступны никому? И касались ли они всего человечества? Какая миссия у него была и выполнил ли он ее в полной мере? Об этом можно только догадываться. Что ж, выводы пусть сделает каждый человек из услышанного для себя сам. Я же посчитал нужным и в своем видео, можно сказать, увековечить этого человека. Ну а люди, возможно, о многом задумаются. Многое в жизни таких сверхдолгожителей, таких интересных людей можно для себя подчеркнуть. Я, как русский человек, конечно, очень хочу, чтобы как можно больше людей русских возвращались в свои исконные места обитания, в свои деревни, на свою землю. Не может человек в полной мере быть счастлив вне земли. Мы часть природы, и вне ее не можем быть нездоровыми, не может быть долголетия в поколениях, тем более в наши дни, и не может быть полноценного духовного развития. Переезжайте на землю, но как минимум берите отпуска, и свои отпуска отдыхайте не где-нибудь за границей, на чужбине, а именно на своей родной земле. У нас страна такая большая, что за всю жизнь проживи ты хоть 200 лет, ты не сможешь посмотреть и насладиться ее красотами в полной мере. Ну а у меня в планах сделать еще видео о конкретных долгожителях, о которых доподлинно известно, что они прожили вот такой-то определенный срок жизни. На этом на сегодня все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду.